ПЕСНЯ 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 В исполнении легендарной певицы земли Пензенской, на творческом вечере которой сегодня мы вас и приветствуем. Мы приветствуем вас на творческом вечере заслуженной артистки России, народной певицы, легендарной певицы Вера Степановна Аношина. В истории музыкальной культуры страны Вера Степановна пошла как первая исполнительница всенародно любимых песен великих наших земляков Октября Гришина и Владимира Застрожного. Песня «18 лет», конечно же, замечательная песня «Милая роща», знаменитая поэтесса Матрёны Смирновой. Всю свою жизнь Вера Степановна посвятила пропаганде песен Пензенского края, стараясь донести дослушателей частицу своей любви к малой родине, к русской песне. А любовь эта началась задолго до исполнения песни в селе Кардафлея Сосновогорского района, где прошло ее нелегкое детство. Отец Вера Степановна погиб на фронте. И всю свою жизнь в каждой концертной программе обязательно в репертуаре Веры Степановны звучат военные песни. Звучат песни, как даем всем тем, кто погиб на фронте. Мама осталась четырьмя детей с детьми, для того, чтобы как-то выжить. Будущую певицу отправили к бабушке ее мужу, ось ураеву местному мельнику. Дедушка, добрейший души человек, левел, оберегал и просто души не чаял своих хоть и неродной внучки. И вот там-то, в Кардафлея, она услышала, как поют простые женщины, русские женщины. Пели они, когда шли на работу, возвращаясь с ней. Пели они во время вечерних посиделок. Разные были песни, грустные, смешные. Пели и плакали, пели и смеялись. И маленькая Верочка с жадностью слушала их песни. А когда приходила домой, дедушка просил спеть. Что услышала, то исполняла. Пела. А дедушка с бабушкой были ее первыми зрителями. После смерти деда Вера Степана вернулась к моей Сосновоборской, окончив девять классов, устроилась на фабрику «Творец рабочий». На работе пела. А вечером неслась с подружками в местный дом культуры на репетицию же хора. Вера Анушна росла, училась, работала и жила вместе с песней. Песня – душа ее. Песня – ее жизнь. Пением увлекалась очень сильно, даже мечтала о профессиональной сцене. Вот эта-то мечта и привела ее в пензу, в филармонию. Прослушав ее пение, Чапиков отметила ее незаурядный голос, добавив при этом, что голос, как и алмаз, надо шлифовать. И произошло историческое событие. Он отправил Веру Анушину в хор к Октябрю Васильевичу Гришину. Вера Степана с глубокой благодарностью вспоминает и Октября Васильевича Первого, настоящего учителя, который сыграл в ее жизни огромную роль, и пенсийский хор, ставший ее музыкальным университетом. В репертуаре Веры Степаны огромное количество песен. Все они любимы. Но песне 18 лет отсведено особое место. Премьера песни 18 лет состоялась в 59-м. А в ноябре 61-го во дворце съездов в Москве выступал пенсийский хор. Было решено исполнить песню 18 лет. Здесь-то и произошло настоящее рождение этой песни. Режиссер Туманов предупредил, идет прямая трансляция по радио, ничего нельзя повторять. Пенсийский хор спел, поклонился. Прощающаяся сцена увезла хор за кулисы, все разошлись. И на сцене уже появился другой коллектив. Грузинские темпераментные парни с саблями. А в зале как будто бы взрыв произошел. Так рассказывает Вера Степановна. Заветесь зааплодировали. Организаторы концерта какую-то минуту были в отцепенении. Никто не мог решить, что же делать дальше. И так как аплодисменты не прекращались, то режиссер и Октябрь Гришин приказали хору быстро построиться. И пензенский хор вернулся на сцену. Октябрь Васильевич поднял руку, показал, что надо петь третий куплет, чтобы не занимать много времени. А затем снова были овации. Это был звездный час Веры Степановны Анушиной. Песню оценили, ее полюбили. Она часто транслировалась по радио. Вышли громпластинки с этой песни. Песня стала популярной, ведь она народный гимн нашей области. Певицы и песни пришла известность. Так, имя Веры Анушиной вместе с песней «18 лет» было вписано не только в историю хора, но и в историю музыкальной культуры нашей страны. Песню «18 лет» знают и любят далеко за пределами Родины. Ее Вера Степановна исполняла сотни, тысячи раз на гастролях и в Венгрии, и в Германии, на Украине, в Молдавии. Песня переведена на немецкий и японский языки. И вот сегодняшний творческий вечер. Вера Степановна посвящает 85-летию своего любимого учителя Октября Васильевича Кришина, который отмечали 7 ноября. Именно осенью состоялось выступление Дворца съездов песни «18 лет». Это было в ноябре. Творческий вечер, конечно же, посвящен ей любимому городу, которому она отдала все свое творчество, всю свою жизнь, потому что жизнь ее и есть Пенза. 350-летию любимого города, а также столетию автора слов песни «Милой рощи» Матрёны Смирновой, который будет отмечаться в 2013 году. Вот столько дат сошлось воедино, а результатом всего замечательная певица, которую сейчас мы с вами громкими аплодисментами пригласим на эту сцену. Легенда Эльдинской земли, народная певица, заслуженная артистка России встречатель, Вера Степановна Аношина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, мои дорогие друзья! Пусть здравствуют Ваши дети! Пусть здравствуют дети Ваших детей! Пусть здравствуют все, кто Вам здоров. Сегодня так много говорили обо мне хорошего, в последнее время уже сейчас не говорят ничего. И я прям боюсь не оправдать сказанное. Наверное, в зале, я не ошибусь, присутствует много тех, которые пережили это черное слово. И я начинаю свое выступление с военной темы. Стихи Сергея Острового, музыка Великобрадского композитора Галины Грусничной. Песня называется «Память». Нас все меньше и меньше, А ведь было так много куда, А ведь было насколько, Нас только ошломалась дорога, Наши раны болели, Наши кости белели, Мы солдатская лица Вместе с кашею в небе. Нас все меньше и меньше, Мы уходим далече, Это мы погаснили. У Невальские печи, Наши роты редели, Наши души седели, Смех погреться ходили, Нам погопные щели. Нам погопные щели. Нас все меньше и меньше, Наталегают заботы, Да так мы из души, Из солдатской породы. Кто-то сна оживая, Пьет метель франтовая, Вся рука, когда вожока, Наша память живая. Вся рука, когда вожока, Наша память живая. Нас все меньше и меньше, Нас все меньше, Наталегают заботы, Наталегают заботы. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне лишь десять было в сорок пятом, Дождем салюту всыпала весна, И было мне немножко непонятно, Какой же день окончилась война. Не знали мы ни праздников, Ни будем. Был каждый день и легок, и тяжел. И приходили, приходили люди, А мой отец вот так и не шел. Ах, мама, мама, Первые седины, Я не умела слез твои хуять, Про тонкую и горькую рябину Пыталась я тихонько поддевать. Во время войны Песня «Тонкая рябина» Была песней вдов. Слова волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной, Музыка Аксибиря Гришина, Баба Юра Доля. Песня «Тонкая рябина» Баба Юра Доля. В чистом поле Бирюзовая трава Не забудки на подоле И на порте прожива. Баба Юра Доля Баба Юра Доля Обручальное колецо А бывает еще доля Уголочком письмецо Баба Юра Доля Вот когда на нем садется Четным глином белый свет И жива, и сердце бьется А вот доли больше нет. Баба Юра Доля, Баба Юра Доля Когда на садане обошла В сорок третьем Баба Юра Доля Смертью крабрах полегла Полегла, до снова встава Все по-папе поняла Мира успеха поднимала Ребятишек поняла Огляди, края родные, встань на Половском берегу Этой доли пороси, как ромашек на лугу И, как видишь чисто в поле, все припомни, оглянись Этой доли, нашей доли, бабы и доли поклони Этой доли, нашей доли, бабы и доли Этой доли поклони Этой доли, нашей доли, нашей доли Под эти песни отправляются, прибывают поезда Из столицы России, из Москвы и также отправляются в Москву Спасибо вам огромное за ваш талант, здоровье, счастье Долгие лета, весь вокзал, коллектив вокзала Припадают к вашим ногам Спасибо огромное Аплодисменты 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 ПЕСНЯ Сколько будет еще расставаний, Сколько будет тревог впереди, Сколько будет еще расставаний, Ты к деревнею сбереги. И звучат тихо белые родные, Будо дрожат сердца наши вновь, И задорные пляски лихие, И манящие слова любого. Возвращаемся мы постепенно, Вспоминая о юных годах, В деревенье простой и степенной, Но уже сильной на мисках. Вспомним эти белые родные, О полях, о лесах, о земле, И задорные пляски лихие, И хмеленое поцелуем. И звучит эта песня родная, О полях, о лесах, о земле, А в раздорах родимого края, Эта песня навечно по мне. А в раздорах родимого края, Эта песня organizations по мне. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Он не только писал музыку к стихам, он собирал песни и делал им обработки. Эта песня, которую я сейчас исполню, записана в Городищенском районе. Это шуточная песня. «Я в саду, в саду была». Я в саду, в саду была, а в саду ягод рвала. Ой, калина, да ой, малина, в саду ягод рвала. В саду ягод рвала, а всем по ягодке дала. Ой, калина, да ой, малина, всем по ягодке дала. Всем по ягодке дала, а бабынке зелену. Ой, калина, да ой, малина, а бабынке зелену. А бабынке зелену, зачем отдала молоду? Ой, калина, да ой, малина, зачем отдала молоду? За чему-то молоду, за седую городу. Ой, калина, да ой, малина, за седую городу. А седая борода не пускает никуда. Ой, калина, да ой, малина, не пускает никуда. Ой, калина, да ой.